Тему рыбных мест в Турции мы с вами уже затрагивали, а вот сегодня я вам с удовольствием покажу винное местечко всего в 100 километрах от Анталии, в деревне Эльмалы с чудесным названием Ликия. Причем здесь мусульманская страна и вино, справедливо спросите вы, и как опытный питун, питец, человек уважающий и многопьющий вино, с уверенностью вам могу сказать, что возделывание винограда на территории современной Турции началось с древних времен, по некоторым данным более 6 тысяч лет назад. Во времена хетов, финикийцев, ликийцев, ригийцев, римлян и византийцев виноград и вино были главными продуктами, поставляемыми в различные регионы Европы из Анатолии, были же времена. А вот во времена Испанской империи виноделие, как употребление алкогольных напитков вообще, не приветствовалось из-за исламизации страны. Развитие виноградства было направлено на удовлетворение потребностей населения в свежем винограде и виноградном соке. А вот после прихода к власти Кемаля Ататюрка, отношение к виноделию изменилось в лучшую сторону. Эта винодельня, или как их еще здесь называют, дом вина, прекрасное место, познакомиться поближе не только с культурой и красотами, но и однозначно возможность улучшить себе и так хорошее настроение. Здесь, помимо неплохого ассортимента выбора вин для покупки, есть чудесная опция дегустации, минимум ради которой я вам уже советую сюда приехать. В онлайн меню этой опции нет, поэтому просим принести вам старое родное мануальное меню, в котором вы найдете три варианта дегустационных наборов по шесть сортов, каждый из которых по 320 лир. Мы, конечно, взяли все, что было, не зря же я их везла сюда целых полтора часа, и если честно, от самого вина не остались в диком восторге. Лично я, к своему стыду, люблю сугубо сладенькие вина, а вот на данной винодельне все исключительно сухарики, есть всего одно одиношенькое полусухое, по чудесному совпадению с именем Николая Чудотворца. Из всех сетов я вам лично буду советовать иностранный, ябанжитадым, и для любителей белых и розовых вин здесь тоже будет приятный сюрприз. А вот от чего мы остались просто в восторге, так это от здешней атмосферы. Во-первых, вам могут провести мини-экскурсию по цехам, правда, только на турецком. Во-вторых, здесь прекрасная, ухоженная, уютная территория. В-третьих, нас порадовала очень вкусная кухня. Все, что мы заказывали, было обалденно и свежо. И, что супер важно, на мой взгляд, здесь прохладно, что ну очень важно в местный летний период. И, чтобы не быть душной в такой жару, еще вам быстренько подкину полезные информации, чтобы можно было смело заявить, что вы не прибухивать поехали, а культурно развиваться. Если вы задаетесь вопросом, почему эти виноградники располагаются именно здесь, то я вам отвечу, что на протяжении всей дороги вас сопровождают горы Тавры, а метры над уровнем моря для виноградников имеют большое значение, так как с повышением высоты происходит сразу несколько вещей. Во-первых, увеличивается инсоляция, это облучение солнечным светом, понижается температура воздуха, а перепады дневных и ночных показателей становятся более очевидными, все это и приводит к тому, что в винах появляется характерная яркая кислотность, которую часто называют хрустящей. Во время дегустации ее можно определить по обильному слюноотделению. Благодаря высокой кислотности, вина приобретают элегантную свежесть, а если винограднику еще и повезло расти на вулканических почвах, то еще и минеральность. Сейчас постараюсь показать вам винный ассортимент и меню с ценами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще одной фишкой этого дома вина является свое собственное лавандовое поле. Если честно, в этом году мы как никогда наелись и насмотрелись лавандой, так что не пошли ее искать. Но, судя по фотографиям на страничке ребят и в инстаграме, оно довольно неплохое. В отличие от Турции, французские дети употребляли вино в школьных столовых до 1956 года. Как вам такое? В 19 веке вино считалось самым полезным напитком, придающим сил, способствующим росту и уничтожающим все инфекции. Пить его рекомендовалось регулярно. Чтобы постепенно приучать маленьких деток ко вкусу вина, его разбавляли водой. А когда премьер-министр Пьер Мандес наложил запрет на употребление вина детьми, он встретил стойкое сопротивление, особенно у жителей винодельческих регионов. Его обвиняли в продвижении интересов производителей молока, так как он предлагал заменить вино в школе на стакан молока и кусок сахара. Ужас-то какой! А совсем недавно ученые выяснили, что бокал красного вина приравнивается к одному часу занятия спортом. Не знаю, как вы, но я как будто всю жизнь ждала эту новость. Короче, однозначно вам советую это градусное место. Будь то романтический ужин, деловая встреча или просто вечер с друзьями. Особенно по дороге, например, в Каш или Эге. А если по дороге к винодельне вдруг вы устанете или вам захочется просто сделать остановочку, обязательно заедьте в дом грибов. То у нас дом вина, теперь дом грибов. Ну так вот, фишкой этого места является то, что здесь все, соответственно, из грибов. Все блюда ресторана, сами грибы, консервы, даже варенья. Здесь есть потрясающая этническая торговая точка, где очень много всего съестного и вкусного. А главное, что, по заявлению хозяев, органического. И здесь, кстати, тоже довольно неплохой ассортимент вин. Ну а у меня на сегодня все. Переходите, подписывайтесь на канал, где я показываю нетуристическую Турцию. Радуйтесь жизни, с вином или без. И до встречи в новой локации. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok